Сергей Михалков Три поросёнка Жили-были на свете три поросёнка, три брата. Все одинакового роста, кругленькие, розовые, с одинаковыми весёлыми хвостиками. Даже имена у них были похожи. Звали поросят Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. Всё лето они кувыркались в зелёной травке, грелись на солнышке, нежились в лужах. Но вот наступила осень. Солнце уже не так сильно припекало, серые облака тянулись над пожелтевшим лесом. «Пора нам подумать о зиме», — сказал как-то Наф-Наф своим братьям, проснувшись рано утром. «Я весь дрожу от холода. Мы можем простудиться. Давайте построим дом и будем зимовать вместе под одной тёплой крышей». Но его братьям не хотелось браться за работу. «Гораздо приятнее в последние тёплые дни гулять и прыгать по лугу, чем рыть землю и таскать камни». «Успеется, до зимы ещё далеко. Мы ещё погуляем», — сказал Ниф-Ниф и перековырнулся через голову. «Когда нужно будет, я сам построю себе дом», — сказал Нуф-Ниф и лёг в лужу. «Я тоже», — добавил Ниф-Ниф. «Ну, как хотите. Тогда я буду один строить себе дом», — сказал Наф-Наф. «Я не буду вас дожидаться». С каждым днём становилось всё холоднее и холоднее. Но Ниф-Ниф и Нуф-Нуф не торопились. Им и думать не хотелось о работе. Они бездельничали с утра до вечера. Они только и делали, что играли в свои поросячьи игры, прыгали и кувыркались. «Сегодня мы ещё погуляем», — говорили они. «А завтра с утра возьмёмся за дело». Ну и на следующий день говорили то же самое. И только тогда, когда большая лужа у дороги стала по утрам покрываться тоненькой корочкой льда, ленивые братья взялись, наконец, за работу. Ниф-Ниф решил, что проще и, скорее всего, смастерить дом из соломы. Ни с кем не посоветовавшись, он так и сделал. Уже к вечеру его хижина была готова. Ниф-Ниф положил на крышу последнюю соломинку и, очень довольный своим домиком, весело запел. «Хоть полсвета обойдёшь, 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 Лучше дома не найдёшь, не найдёшь, не найдёшь». Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу. Нуф-Нуф невдалеке тоже строил себе домик. Он старался скорее покончить с этим скучным и неинтересным делом. Сначала, так же, как и брат, он хотел построить себе дом из соломы. Но потом решил, что в таком доме зимой будет очень холодно. Дом будет прочнее и теплее, если его построить из веток и тонких прутьев. Так он и сделал. Он вбил в землю колья, переплёл их прутьями, на крышу навалил сухих листьев и к вечеру дом был готов. Нуф-Нуф с гордостью обошёл его несколько раз кругом и запел. «У меня хороший дом, новый дом, прочный дом. Мне не страшен дождь и гром, дождь и гром, дождь и гром». Не успел он закончить свою песенку, как из-за куста выбежал Ниф-Ниф. «Ну вот и твой дом готов!» Сказал Ниф-Ниф брату. «Я говорил, что мы быстро справимся с этим делом. Теперь мы свободны и можем делать всё, что нам вздумается. Пойдём к Наф-Нафу и посмотрим, какой он себе выстроил дом», сказал Нуф-Нуф. «Что-то мы его давно не видели». «Пойдём посмотрим», согласился Ниф-Ниф. И оба брата, очень довольные тем, что им ни о чём больше не нужно заботиться, скрылись за кустами. Наф-Наф вот уже несколько дней был занят постройкой. Он натаскал камней, намесил глины и теперь не спеша строил себе надёжный, прочный дом, в котором можно было укрыться от ветра, дождя и мороза. Он сделал в доме тяжёлую дубовую дверь с засовом, чтобы волк из соседнего леса не мог к нему забраться. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф застали брата за работой. «Что ты строишь?» – в один голос закричали удивлённые Ниф-Ниф и Нуф-Нуф. «Что это? Дом для поросёнка или крепость?» «Дом для поросёнка должен быть крепостью», – спокойно ответил им Наф-Наф, продолжая работать. «Не собираешься ли ты с кем-нибудь воевать?» – весело прохрюкал Ниф-Ниф и подмигнул Нуф-Нуфу. И оба брата так развеселились, что их виск и хрюканье разнеслись далеко по лужайке. А Наф-Наф, как ни в чём не бывало, продолжал класть каменную стену своего дома, мурлыча себе под нос песенку. «Я, конечно, всех умней, всех умней, всех умней! Дом я строю из камней, из камней, из камней! Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не ворвётся в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь!» «Это он про какого зверя?» – спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. «Это ты про какого зверя?» – спросил Нуф-Нуф у Наф-Нафа. «Это я про волка!» – ответил Наф-Наф и уложил ещё один камень. «Посмотрите, как он боится волка!» – сказал Ниф-Ниф. «Он боится, что его съедят!» – добавил Нуф-Наф. И братья ещё больше развеселились. «Какие здесь могут быть волки?» – сказал Ниф-Ниф. «Никаких волков нет, он просто трус!» – добавил Нуф-Наф. И оба они начали приплясывать и петь. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк! Где ты ходишь, глупый волк? Старый волк, страшный волк!» Они хотели подразнить Наф-Нафа, но тот даже не обернулся. «Пойдём, Нуф-Наф!» – сказал тогда Ниф-Ниф. «Нам тут нечего делать!» И два храбрых братца пошли гулять. По дороге они пели и плясали. А когда вошли в лес, то так расшумелись, что разбудили волка, который спал под сосной. «Что за шум?» Недовольно проволчал злой и голодный волк и поскакал к тому месту, откуда доносились виск и хрюканье двух маленьких глупых поросят. «Ну какие тут могут быть волки?» – говорил Ниф-Ниф, который волков видел только на картинке. «Вот, мы его и схватим за нос!» «Будет знать!» – добавил Нуф-Ниф, который тоже никогда не видел живого волка. И братья опять развеселились и запели. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк! Где ты ходишь, глупый волк, старый волк, страшный волк!» И вдруг они увидели настоящего живого волка! Он стоял за большим деревом, и у него был такой страшный вид, такие злые глаза и такая зубастая пасть, что у Ниф-Нифа и у Нуф-Нуфа по спинкам пробежал холодок, и тонкие хвостики мелко-мелко задрожали. Бедные поросята не могли даже пошевельнуться от страха. Волк приготовился к прыжку, щелкнул зубами, моркнул правым глазом, но поросята вдруг опомнились и, визжа на вес лезь, бросились на утек. Никогда еще не приходилось им так быстро бегать! Сверкая пятками и поднимая тучи пыли, они неслись каждый к своему дому. Ниф-Ниф первый добежал до своей соломенной хижины, и едва успел захлопнуть дверь перед самым носом волка. «Сейчас же отопри дверь!» – прорычал волк, «а не то я ее выломаю!» «Нет!» – прохрюкал Ниф-Ниф. «Я не отопру!» За дверью было слышно дыхание страшного зверя. «Сейчас же отопри дверь!» – прорычал опять волк, «а не то я так дуну, что весь твой дом разлетится!» Но Ниф-Ниф от страха ничего не смог ответить. Тогда волк начал дуть. С крыши дома слетали соломинки, стены дома тряслись. Волк еще раз глубоко вдохнул и дунул во второй раз. Когда волк дунул в третий раз, дом разлетелся во все стороны, как будто на него налетел ураган. Волк щелкнул зубами перед самым пятачком маленького поросенка. Но Ниф-Ниф ловко увернулся и бросился бежать. Через минуту он был уже у двери Нуф-Нуфа. Едва успели братья запереться, как услышали голос волка. «Ну, теперь я съем вас обоих!» Ниф-Ниф и Нуф-Нуф испуганно поглядели друг на друга. Но волк очень устал и поэтому решил пойти на хитрость. «Я передумал!» Сказал он так громко, чтобы его услышали в домике. «Я не буду есть этих худосочных поросят! Я лучше пойду домой!» «Ты слышал?» Спросил Ниф-Ниф у Нуф-Нуфа. «Он сказал, что не будет нас есть! Мы худосочные!» «Это очень хорошо!» Сказал Нуф-Нуф и сразу перестал дрожать. Братьям стало весело, и они запели, как ни в чем не бывало. «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк! Где ты ходишь, глупый волк, старый страшный волк!» А волк и не думал уходить. Он просто отошел в сторонку и притаился. Ему было очень смешно. Он с трудом сдерживал себя, чтобы не расхохотаться. Как ловко он обманул этих глупых маленьких поросят! Когда поросята совсем успокоились, волк взял овечью шкуру и осторожно подкрался к дому. У дверей он накрылся шкуркой и тихо постучал. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф очень испугались. «Кто там?» Спросили они, и у них снова затряслись хвостики. «Это я! Бедная маленькая овечка!» Тонким чужим голосом пропищал волк. «Пустите меня переночевать! Я отбилась от стада и очень устала!» «Пустить?» Спросил брата добрый Ниф-Ниф. «Овечку можно пустить!» Согласился Нуф-Нуф. «Овечка не волк!» Но когда поросята приоткрыли дверь, они увидели не овечку, а все того же зубастого волка. Братья захлопнули дверь и изо всех сил налегли на нее, чтобы страшный зверь не смог к ним ворваться. Волк очень рассердился. Ему не удалось перехитрить поросят. Он сбросил с себя овечью шкуру и зарычал. «Ну, погодите же! От этого дома сейчас ничего не останется!» И он принялся дуть. Дом немного покосился. Волк дунул второй, потом третий, а потом четвертый раз. С крыши слетали листья, стены дрожали, но дом все еще стоял. И только когда волк дунул в пятый раз, дом зашатался и завалился. Одна только дверь некоторое время еще стояла посреди развалин. В ужасе бросились поросята бежать. От страха у них отнимались ноги, каждая щетинка дрожала, носы пересохли. Братья мчались к дому на ФНАФа. Волк нагонял их огромными скачками. Один раз он чуть не схватил ниф-нифа за заднюю ножку, но тот вовремя отдернул ее и прибавил ходу. Волк тут же поднажал. Он был уверен, что на этот раз поросята от него не убегут. Но ему опять не повезло. Поросята быстрым промчались мимо большой яблони, даже не задев ее. А волк не успел свернуть и налетел на яблоню, которая осыпала его яблоками. Одно твердое яблоко ударило ему меж глаз. Большая шишка вскочила у волка на лбу. А ниф-ниф и нуф-нуф ни живы, ни мертвы подбежали в это время к дому на ФНАФа. Брат пустил их в дом. Бедные поросята были так напуганы, что ничего не могли сказать. Они молча бросились под кровать и там притаились. На ФНАФ сразу догадался, что за ними гнался волк. Но ему нечего было бояться в своем каменном доме. Он быстро закрыл дверь на засов, сел на табуреточку и громко запел. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Но тут как раз постучали в дверь. «Кто стучит?» – спокойным голосом спросил Наф-Наф. «Открывай без разговоров!» – раздался грубый голос волка. «Как бы не так, и не подумаю!» – твердым голосом ответил Наф-Наф. «Ах так! Ну, держитесь! Теперь я съем вас троих!» «Попробуй!» – ответил из-за двери Наф-Наф, даже не привстав со своей табуреточки. Он знал, что ему и братьям нечего бояться в прочном каменном доме. Тогда волк втянул в себя побольше воздуха и дунул как только мог. Но сколько он не дул, ни один даже самый маленький камень не сдвинулся с места. Волк посинел от натуги. Дом стоял, как крепость. Тогда волк стал трясти дверь, но дверь тоже не поддавалась. Волк стал от злости царапать когтями стены дома и грызть камни, из которых они были сложены. Но он только обломал себе когти и испортил зубы. Голодному и злому волку ничего не оставалось делать, как убираться во своясья. Но тут он поднял голову и вдруг заметил большую широкую трубу на крыше. «Ага! Вот через эту трубу я и проберусь в дом!» – обрадовался волк. Он осторожно влез на крышу и прислушался. В доме было тихо. «Я все-таки закушу сегодня свежей поросятинкой!» – подумал волк и, облизнувшись, полез в трубу. Но как только он стал спускаться по трубе, поросята услышали шорох. А когда на крышу стала сыпаться сажа, умный Наф-Наф сразу догадался, в чем дело. Он быстро бросился к котлу, в котором на огне кипела вода, и сорвал с него крышку. «Милости просим!» – сказал Наф-Наф и подмигнул своим братьям. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф уже совсем успокоились и, счастливо улыбаясь, смотрели на своего умного и храброго брата. Поросятам не пришлось долго ждать. Черный, как трубочист, волк болтыхнулся прямо в кипяток. Никогда ему еще не было так больно. Глаза у него вылезли на лоб, вся шерсть поднялась дыбом. С диким ревом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, проехался на своем хвосте мимо запертой двери и бросился в лес. А три брата, три маленьких поросенка, глядели ему вслед и радовались, что они так ловко проучили злого разбойника. И потом они запели свою веселую песенку. Хоть полсвета обойдешь, 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 лучше дома не найдешь, не найдешь, не найдешь. Никакой на свете зверь, хитрый зверь, страшный зверь, не откроет эту дверь, эту дверь, эту дверь. Волк из леса никогда, никогда, никогда не вернется к нам сюда, к нам сюда, к нам сюда. С этих пор братья стали дружно жить вместе под одной крышей. Вот и все, что мы знаем про трех маленьких поросят Ниф-Нифа, Нуф-Нуфа и Наф-Нафа. Субтитры создавал DimaTorzok